Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я с детства писал много дневников, но последние несколько лет стал себе это запрещать, из-за подрастающей дочери. Специально в компьютере меня не удовлетворяют, только на бумаге, и вот у меня сильный аппетит и немного лишнего жира на талле. Сегодня пришла идея, мне сегодня пришла идея, а может ли быть связь между запретом на введение дневника и перееданием? В последнее время у меня было особо депрессивное состояние, было успокаивало себя чем-то вкусненьким. А тут на длинных выходных я осталась дома совершенно одна и без дочери, так как я приболела и отправила ее к бабушке, чтобы она не заразилась. И пока никто не видит, оторвалась в писанине. Исписала несколько листов обо всех своих переживаниях, и мне прямо полегчало, как будто солнышко засияло. Мне пришла в голову мысль, а что если мое переедание из-за того, что я запрещаю себе писать? Может ли такое быть? Такое быть, конечно, может. Вот. В целом. Ну, а меня больше заинтересовало то, что вы, знаете, как будто стыдитесь вот своих чувств. Вот что меня заинтересовало. Больше, по крайней мере. То есть, почему-то вы, ну, зажимаете в себе, вот, свои переживания, опять же, да? Вот, почему-то вы не позволяете себе проявлять свое чувство. Вот. Понимаете, да? И вот это, как бы, один из ключевых моментов, моментов здесь. Вот. Понимаете, да? Ну, поэтому я думаю, что вам бы поработать с вашими чувствами, вот, научиться их выражать. И посмотреть, а потом, что вас, вот, сдерживает. Вот. Потому что совершенно очевидно, что у вас есть некий массив. Эмоций, да, некий массив, ам, переживаний. А вы его, этот массив как бы не выражаете. Вот. Что же касается того, что вы передаете, то это больше походит на потребность в любви, с одной стороны, а с другой стороны, в ощущении небезопасности, то есть чувство угрозы, чувство какой-то тревоги. То есть здесь вам сложно себя, по всей видимости, ну как бы реализовать, вот, и отсюда вы переедаете. То есть, в принципе, вы правы, вы правы в своих предположениях, вот, в этом смысле. Но тут момент, как мне кажется, в том, что нужно идти дальше, вот, то есть как бы, ну, более, скажем так, глубже, вот. И соответственно на это вам и нужно обратить внимание свое, вот, то, что вы, вот, в этом смысле, эм, себя сдерживаете, вот, то, что вы, в этом смысле, себя, что-то подавляет, вот. Вот, эм, такая вот история, в данном случае. То есть, эм, в принципе, в принципе, эм, есть история о том, что вы не чувствуете себя, эм, свободно. Вот. Понимаете, да? Какая сторона. Эм, вот. Я думаю, что, эм, примерно, такой ответ можно вам дать. Эм, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Хочу пожелать вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Продолжение следует. Продолжение следует...